Меньше чем за 10 минут Алексей Цыдинов успел отчитаться практически по всем направлениям. Помимо этого удалось заручиться поддержкой для реализации проекта по сотрудничеству с Монголией, а именно строительству кампусов в Бурятии. Здесь будет такое образование совмещенное и монгольских студентов, и наших. И это только дополнит друг друга. На самом деле даст возможность и нашим лучше заниматься. И монгольские студенты получат хорошее образование. И у нас будут более тесные связи. Поэтому этот кампус решает на самом деле целый комплекс задач. Удержание молодых специалистов, развитие республики. Безусловно, это развитие города. Ну и укрепление наших связей с Монголией. Положительную динамику в области промышленности и сельского хозяйства в Бурятии отметил на прошедшей встрече сам президент России. Но порекомендовал особое внимание обратить на высокий уровень безработицы. Тем более, что у вас есть хорошие инвестиционные проекты, которые потребуют значительного количества новых, хорошо подготовленных рабочих рук. И люди действительно талантливые. Надо только организовать соответствующую работу. А в целом я хочу вам пожелать успеха и поблагодарить за работу. Пользуясь случаем, Алексей Циденов отметил патриотизм бойцов Бурятии, которые участвуют в специальной военной операции на Украине. Я сам встречаюсь с родителями наших ребят, с ранеными бойцами в госпиталях. Я их спрашиваю, чем помочь для адаптации на гражданки. А ребята, те, у кого легкие ранения, отвечают, никакого списания. Мы сейчас подвлечимся и назад в бой. Вот очень высокий дух у ребят. Сейчас Минобороны предстояло к званию Героя России лейтенанта Балдана Цидыкова. Он ранен тяжело, стопа ампутирована, ему еще много операций предстоит. Но он молодец, так хорошо держится. Во время внезапного нападения на колонну он развернулся в БТФ, прикрыл колонну, принял неравный бой, подбил технику противника и в итоге спас 150 своих товарищей. Владимир Владимирович, прошу поддержать представление Минобороны по присвоению ему звания Героя России. И поддерживаю. За пять лет его руководства в регионе выросла экономика. Началось масштабное строительство социальных объектов, таких как школы, детские сады, спортивные объекты, а также реконструкция дорог и урегулирование тарифа на электроэнергию. Надо отметить, что подобные встречи губернаторов в год выборов уже давно носят не только рабочий, но и знаковый характер. В нашем случае это означает, что верховная власть России дает одобрение на работу Алексея Циденова в Бурятии на следующие пять лет. Владимир Владимирович, я помню, как в 2017 году, когда вы прилетали в Бурятию, вы мне у самолета сказали, Алексей, республика непростая, но люди здесь хорошие. Вот так и есть, Владимир Владимирович. И непросто, и люди правда хорошие. Спасибо вам за поддержку. Также после встречи Владимира Путина и Алексея Циденова можно уже наверняка сказать о старте в Бурятии выборов главы республики. Голосование по ним пройдет в сентябре. Андрей Слепнев, Юлия Пермякова, Новости дня. Голосование по ним пройдет в сентябре.